В Бишкек из Стамбула прилетел самолет с кыргызстанцами. Более 210 граждан ждали возвращения домой более двух недель. Авиакомпания Turkish Airlines заявила о готовности в любой момент совершить вылет из Стамбула в Бишкек, чтобы доставить наших соотечественников домой. Все пассажиры по прибытии будут размещены в гостинице Ак-Кеме в обсервацию. По информации правительства, в целом возвращение домой ожидает более 4 тысяч кыргызстанцев из различных стран. О том, как проводится работа по возвращению наших сограждан, находящихся за рубежом, смотрите в следующем репортаже. Сегодня в 6 утра из Стамбула в Бишкек вылетел самолет с нашими соотечественниками на борту. Ранним утром воздушное судно прибыло в международный аэропорт Манас. На взлетной полосе, обеспечив все меры безопасности, кыргызстанцев встречали медики, силовики и сотрудники госорганов. Мы одеты в специальную униформу с действием индивидуальной защиты. При прилете мы их встречаем, они садятся в автобусы и едем в места взрываться. Наши соотечественники ожидали возвращения на родину почти месяц. Прибыли 52 человека из Анкары и 159 из Стамбула. У трапа самолета каждый прошел обязательную проверку тепловизором. В комфортабельных автобусах людей повезли до пункта назначения. Ближайшие две недели они проведут в обсервации. Мы находились в Стамбуле с 20 марта. Чтобы приехать обратно в Кыргызстан, мы обратились к президенту и в правительство. Мы очень рады, что нам помогли вернуться на родину. Я находился в Стамбуле полтора месяца. Слава богу, долетели хорошо. Спасибо всем, кто помог нам вернуться. Для этого мы обращались в МИД и консульство. Это уже второй поток наших граждан, которые вернулись из Турции. После объявления эпидемии коронавируса, первые 197 кыргызстанцев прилетели 24 марта. Как рассказал посол Кыргызстана, вопрос возвращения соотечественников решался на уровне глав государств и отрабатывался министерствами иностранных дел. Немало труда с турецкими властями работали. И с Анкарой вчера направили 52 наших граждан. В итоге, как вы озвучили, 211 граждан вылетели в Бишкек. Но еще раз я повторяю, эти списки не за один день, не за неделю. Эти списки уже с первых дней формируются. И у нас еще в списке есть граждане из других городов. И это систематически, этот список обновляется. Этим же самолетом к себе на родину улетят и граждане Турции, находящиеся в Кыргызстане. Накануне министр иностранных дел Чингазай Дарбеков провел со своим турецким коллегой видеопереговоры, обсудил ряд вопросов по совместной борьбе с коронавирусом, а также организацию чартерных рейсов для обоюдной эвакуации граждан наших стран. На сегодняшний день все наши посольства и консульства работают над поручением президента Кыргызстана по возвращению соотечественников из зарубежных стран. 26 апреля ожидается возвращение кыргызстанцев из Объединенных Арабских Эмиратов. По информации посла, сейчас 450 соотечественников ожидают своего возвращения в Кыргызстан. Большинство наших соотечественников здесь работают в сфере услуг и многие гостиницы здесь закрыты. Поэтому многих наших соотечественников здесь отправили на отпуск без содержания и на длительный срок им разрешили покинуть страну, но при этом не аннулируют их визовый режим. По информации правительства, возвращение домой ожидают более 4000 кыргызстанцев из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Наибольшее число желающих вернуться находится в России. Посол Кыргызстана сообщил, что в течение нескольких дней решится вопрос по вылету рейса из Новосибирска в Бишкек. Трудности с вылетом обусловлены жестким контролем российской стороны всех авиарейсов. По авиарейсу Новосибирск мы запросили, ноты сегодня отправили, значит, на следующей неделе ждем разрешения российской стороны. Разрешение не нам дают, разрешение они дают авиакомпании России, что вы знали. И потом авиакомпания России запрашивает у наших паралет. Здесь очень сложный механизм, не просто так. Отметим, что до закрытия границ из-за распространения коронавируса в Кыргызстан были возвращены почти 6 тысяч наших граждан. На заседании Джугур-Кукинеша президент подчеркнул, что хорошо понимает положение наших соотечественников и призывает их сохранить спокойствие. Несмотря на то, что границы закрыты, власти решают вопросы по возврату кыргызстанцев. Президент обратил внимание коллег на то, что многие граждане из-за карантинных ограничений не могут вернуться из-за рубежа. И нуждаются в помощи. Также во время видеозаседания лидеров Евразийского экономического совета президент выразил благодарность Владимиру Путину и Касымчу Мартукаеву за содействие в возвращении на родину кыргызстанцев.